Код неисправности OBD2 Техническое описание, цепь датчика уровня масла в двигателе Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Honda, Acura, Volvo, Fiat, Kia и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P250E и соответствующие коды P250B, P250S, P250D, P250E и P250F связаны с цепью датчика уровня моторного масла Этот контур также известен как контур безопасности уровня масла, цепь датчика уровня моторного масла предназначена для контроля уровня моторного масла и давления масла, чтобы убедиться, что внутренние компоненты двигателя получают необходимое количество смазки Датчик уровня моторного масла в большинстве случаев устанавливается внутри или внутри масляного поддона двигателя, и его точное расположение зависит от транспортного средства Этот процесс включает в себя различные компоненты, которые должны выполняться в зависимости от конфигурации системы подачи масла Когда PSM обнаруживает неправильное напряжение или сопротивление в цепи датчика уровня моторного масла, будет установлен код P250E, и могут загореться индикатор проверки двигателя, индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора В некоторых случаях PSM может выключить двигатель, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов двигателя, датчик уровня масла, каков серьезность этого кода неисправности? Код серьезный требует немедленного внимания, недостаточная смазка или давление масла могут очень быстро вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P250E могут включать, двигатель не запускается, показания манометра низкого давления масла, скоро загорится индикатор технического обслуживания двигателя, горит индикатор двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины этого кода P250E могут включать, неисправный датчик уровня масла, грязный или забитый датчик давления масла, низкий уровень моторного масла, слишком высокий уровень моторного масла, неисправность или повреждение проводки, коррозия, повреждение или ослабление разъема, неисправный предохранитель или плавкая перемычка, если применимо, неисправный PSM. Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P250E? Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания, TSB, для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установки. В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе. Указав вам правильное направление второй шаг, проверить состояние моторного масла и убедиться, что он обслуживается до надлежащего уровня. Затем найдите все компоненты, связанные с цепью датчика уровня моторного масла, и найдите очевидные физические повреждения, в зависимости от конкретного автомобиля. Эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая датчик давления масла, переключатели, индикаторы неисправности, манометр давления масла и PSM, выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов, этот процесс должен включать в себя все электрические разъемы и соединения со всеми компонентами, включая PSM, проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи безопасности уровня масла и увидеть, есть ли в цепи плавкий предохранитель или плавкая перемычка. Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля, в этой ситуации манометр масла может облегчить процесс поиска неисправностей, напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы, конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправностей и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз. Расширенные действия Расширенные действия Расширенные действия Расширенные действия